Всех приветствую на канале CutCode! Недавно у меня была задача, скажем так, небольшой челлендж, который заключался в апгрейде проекта на Symfony версии 3.4 с PHP 5.4 до Symfony версии 5.2 и PHP 8. Такой в целом большой апгрейд сразу через несколько мажорных версий, и у меня по завершению возникла идея поделиться опытом апгрейда с вами. Тем более, что был опрос в сообществе, и он показал, что вам эта тема будет интересна. Само собой, мы не будем проводить апгрейд в реал тайме, так как, во-первых, я его уже закончил, а во-вторых, он занял немало времени, а именно 40 часов. И снимать все это в прямом эфире, и еще отвлекаться на съемку и монтаж, ресурсов само собой у меня не было. Но мы пройдемся по всем проблемам и особенностям, и постараюсь разложить все по полочкам и показать. Итак, друзья, в целом скажу, что я не эксперт в Symfony, моя религия в рамках PHP это Laravel, но и Symfony для меня не черный ящик. Так или иначе, я с ним сталкивался, и само собой не мог пройти мимо огромного количества пакетов от Symfony, которые супер популярны и используются даже в нашем любимом Laravel. Как вы думаете, с чего я начал реализацию апгрейда? Ответ, само собой, с официальной документации. Апгрейд я разбил на два основных этапа. Сначала мы проапгрейдимся с третьей до четвертой версии, и только потом до пятой. Давайте пройдемся по документации и инструкциям по апгрейду. Как я и говорил, начинаем с апгрейда к версии 4. И первый пункт инструкций – это исправление депрекаций классов и методов. И на помощь нам приходят тесты. Мы запускаем тесты, и если наш проект максимально покрыт тестами, то мы увидим сразу все уведомления о депрекациях, и быстро, и легко их исправим. Но, друзья, сразу же меня ожидали небольшие проблемы. А именно, в этом проекте полное отсутствие тестов. Покрытие проекта тестами 0%. Видимо, разработчики в ту пору еще не слышали о юнит-тестах. И, как видим, основные бандлы даже не имеют директорию с тестами. В одном бандле такая директория есть. Здесь есть тест, но это дефолтный, который у нас поставляется вместе с установкой Symfony. Он нам никак не поможет. Друзья, я иногда использую фразу «хороший разработчик – это ленивый разработчик». И меня часто понимают неправильно. Думают, что как раз это тот разработчик, который ленится писать тесты, тайпхинтить и так далее. Но я имею в виду совсем другое, с точностью до наоборот. Ленивый разработчик не будет пренебрегать тестами, так как в будущем у него с этим возникнет куча проблем, и он потратит кучу лишнего времени. Вот как здесь, живой пример. Нет тестов. Теперь, чтобы вычислить все депрекации, необходимо прокликать весь проект. А здесь сотни разделов. Внести изменения и опять прокликать весь проект, чтобы понять, что ничего не сломали. Потом с переходом на пятую версию то же самое. Я потратил 40 часов на этот апгрейд. Но если бы были тесты, потратил бы как минимум в два раза меньше. Как считаете, нужны тесты? Думаю, сомнений быть не должно. Итак, друзья, с первым пунктом все понятно, с тестами все понятно. Идем далее. Деприкации будем исправлять по мере нахождения, когда будем прокликивать наш проект. Идем к пункту 2. Апдейт композера до следующей мажорной версии, а именно четвертой. Здесь просто в композере устанавливаем четвертую версию, обновляем с помощью композера Symfony Symfony и также обновляем все зависимости Symfony. Здесь ничего сложного нет, тем самым мы обновим Symfony до четвертой версии, но в нашем случае возникла небольшая сложность, а именно зависимость Excel Bundle. Если мы взглянем на этот Excel Bundle, он нам необходим, он используется в проекте для экспорта данных в CSV, в Excel файлы и так далее. Мы увидим, что в целом этот пакет списался для Symfony 2, он каким-то образом еще поддерживает и Symfony 3, но дальше уже никак, дальше он уже не устанавливается и не работает. Но нам повезло, этот Excel Bundle является просто оболочкой для PHP Spreadsheet. Итак, и далее мы просто удалили предыдущий пакет Excel Bundle и заменили его на другой пакет оболочку, которая также поддерживает и Symfony 6 для дальнейших апгрейдов. А далее уже в самом коде немного поменяли реализацию, если раньше это выглядело следующим образом. Через класс фабрику мы вызывали метод CritReader и далее уже с ним работали в рамках PHP Spreadsheet. И с новым пакетом все те же самые методы поддерживаются, потому что этот PHP Spreadsheet только немного изменили вызов основного объекта с помощью инъекций зависимости. Немного другая фабрика из пакета, а в дальнейшем все то же самое. Небольшие изменения и переход от одного пакета по Excel к другому осуществился крайне просто. Друзья, в рамках апгрейда самое интересное. Это изменилась структура у Symfony приложения с версии 4 и появился Symfony Flex. Если мы взглянем на структуру, то она теперь выглядит следующим образом. Давайте посмотрим, какая она была в третьей версии и я сразу расскажу, что именно поменялось. Пройдемся по изменениям в структуре. Сперва посмотрим на Symfony 3.4. Я быстро расскажу, что изменилось, а потом перейдем в ветку уже, где мы проапгрейдили до четвертой и там посмотрим на новую структуру. Так, в Symfony 3.4 по сравнению с четвертой версией, во-первых, в четвертой версии больше не будет директории App. Содержимое разнесено на другие директории. Конфиг у нас ушел на верхний уровень. Из директории ресурсов у нас паблик перенесена в новую директорию с ассетами. Твикбандл и views у нас уходят в новую директорию templates. Также в верхнем уровне App.kernel у нас переименован. И он теперь у нас в директории sorts со всеми файлами проекта. И называется просто kernel App.cache и прочее здесь в этой директории больше не существует. Далее точка входа в веб у нас переименована в паблик, как это более привычно. А App.php у нас становится индекс.php. Итак, друзья, структура после перехода. Это у нас уже Symfony 4.php 7.4. Как я уже говорил, появилась новая директория assets. Здесь у нас все CSS.js файлы. SAS файлы, если они имеются. Далее у нас конфиг раньше был в директории App, теперь он в верхнем уровне. И у нас все конфиги располагаются здесь. Далее у нас в логах немножко, точнее не в логах, а в директории var немножко изменилась. А директория log, раньше она была logs, теперь она просто log. Такое незначительное изменение. Появилась на верхнем уровне директория с тестами, tests, но их все еще нет, как и не было. И директория с переводами, translate. И как я говорил ранее, появилась директория templates. Ранее они были у нас в директории app.resources. Как раз tweak bundle, основной layout, формы, дефолтные вьюхи для главной страницы, которая не используется, но все еще есть. И так далее. И основной у нас в директории source. Как раз из папки app, app.kernel перенесен сюда и переименован в kernel. И далее у нас здесь все так же осталось в плане бандлов с разбивкой проекта на два бандла. Суражи самих бандлов при переходе на четвертую версию никак не поменялось. Но при переходе на пятую версию немножко изменится. Но об этом мы поговорим чуть позже. В целом, с чем предстояло работать? Во-первых, крайне некачественный код. Само собой, о type hint можно и не мечтать, но свойства везде объявлены динамически. Ну и старый синтаксис у массивов, но с этим ничего страшного и чуть позже разберемся вместе с вами. Ну и изменились вот такие места, где у нас инъекция была в виде конкретного класса. В рамках перехода на symphony 4 поменялась на абстракцию. Также, роуты, что в ямл файле, что в аннотациях в контроллере, у нас нигде не указан тип запроса. Везде допускается любой запрос и это ужасно. В целом, эти аннотации, что для роутов, что для сущностей, в symphony для меня являются какой-то магией. Которая, честно говоря, мне не нравилась и не нравится по сей день. Да, друзья, нельзя не учесть, что особый вклад в апгрейд внес PHP Storm. К примеру, проект старый и он само собой переполнен старым синтаксисом для массивов. И мне это крайне грежет глаз. Плюс, что еще хуже, здесь всюду динамически объявлены свойства. Как вот в этом классе, к примеру. Но таких классов здесь огромное множество и править руками будет крайне тяжело. Но, кстати, огромное спасибо Роману Пронскому из JetBrains. Он мне подсказал, как автоматически исправить старый синтаксис с массивами и динамическое объявление свойств. Я признаюсь, до этого об этом не знал. И это спасло мне уйму времени. Да, друзья, наверное, уже кажется, что JetBrains мне платят за рекламу. Но, к сожалению, это не так. Но, JetBrains, обращаюсь к вам. Если вы смотрите мои ролики, то свяжитесь со мной. Ладно, возвращаемся к нашему проекту. Давайте посмотрим, как автоматически исправить эти две проблемы. Для начала выберем директорию с нашими бандлами. Далее перейдем в раздел «Код». «Анализ кода». «Run Inspection by Name». Здесь в поиске напишем «Array». И найдем необходимый нам традиционный синтаксис. Да, ставим директорию с бандлами, как мы выбрали ранее. И ждем, пока PHP Storm найдет все места с этой проблемой. Это займет немного времени. Отлично, поиск завершен. Теперь выберем все классы, где найдена эта проблема. Выделяем все классы. Видим, что у нас 782 проблемы. Очень много. Особенно, если бы исправляли все это вручную. И далее нажимаем «Конвертировать массив в короткий синтаксис». Ждем некоторое время. Отлично. После чего видим, что все массивы у нас исправлены. И теперь у нас короткий синтаксис. Супер. Теперь мы то же самое сделаем и с динамически объявленными свойствами. Тот же самый процесс. Также выделяем директорию с нашими бандлами. Далее вкладка «Код», «Анализ кода», «Run Inspection by Name». Здесь «Property», «Underfinite Property» ищем. Там можно было бы сразу так и написать, но да ладно. Здесь тоже самое идет поиск, но, наверное, он займет немного больше времени. Здесь тоже самое. Выбираем все классы с этой проблемой. Как видим, проблем немного меньше, 256, но все равно вручную исправлять это было бы сложно. И нажимаем кнопку «Add Property». И дожидаемся тоже, пока PHP Storm завершит конвертацию. Итак, друзья, процесс занял немного больше времени, чем я предполагал. Но в итоге PHP Storm справился со своей задачей. И везде расставил, объявил свойства правильно. Теперь у нас нигде нет динамически объявленных свойств. Если мы пройдемся по всем классам сервисам, то видим, что у нас больше нет этой проблемы. Отлично, это сэкономило нам уйму времени. Еще раз спасибо Роману Бронскому. Далее. При переходе на пятую версию немного изменилась структура бандлов. Добавилась директория «Sorts». В нее перенесена основная логика. А вот темплейты, ассеты, конфиги, тесты, переводы перенесены на верхний уровень. Также мне предстояло избавиться от более неподдерживаемого Swift Mailer. И здесь еще был SendGrid отдельным классом. Все это дело мы перенесли в новый Symfony Mailer. И труда это не составило. Здесь все просто. И Symfony сделали максимально круто. В конечном итоге, друзья, апгрейд затронул 1034 файла. Был долгий, местами однообразный, но интересный процесс. И в итоге апгрейд на версию 5.2 и PHP 8 прошел успешно. А у нас с вами получился вот такой краткий поверхностный обзор апгрейда. Остальное, если будут вопросы, обсудим уже в комментариях. В любом случае, напишите, понравилось ли вам и нужны ли подобные ролики с разбором полета или нет. А мы с вами прощаемся до следующего ролика. Надеюсь на ваши лайки. Всем спасибо за просмотр. Увидимся на канале КатКот.